Я горжусь, что среди моих друзей есть один уникальный человек. Он может быть занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Объясню почему. Он старше меня, он, по-моему, с 29 или с 28 года, то есть ему уже 85-86 лет. Проживает он в Татарстане, в Казани. Ахмад, или Ахмед, как правильно, Ахмад, скорее всего, Сиразеев. Он многократный чемпион мира, обратите внимание, по лыжам. И одновременно многократный чемпион мира по легкой атлетике, по бегу. У него длинные бега. Он бегает, значит, 5 километров, кросс-кантри, это 8 километров. Это обычно на чемпионатах Европы и мира проводится такой необычный пробег в кросс-кантри. И он мне говорит, Юра, если только я хочу добиться, чтобы в один год, то есть календарный год, представьте себе, с 1 января, ну, предположим, 14 год, с 1 января, 14-го, по 31 декабря, тоже 14-го. Если такие соревнования будут проводиться, скажем, чемпионат мира по лыжам, и в этом же году чемпионат мира по легкой атлетике, ну, не всегда это совпадает. И он говорит, вот если только я добьюсь этого, что я стану и чемпионом мира в один год, и тем, и другим, я буду занесен. Он говорит, таких вообще, ну, достижений никто не имеет. Вот я горжусь, что есть такой человек. И я ему желаю, я говорю, Ахмат, давай старайся. Ну, понимаете, как, вот не всегда так получается. Ну, и есть такие еще люди, вот я знаю, что проживает на Урале, в городе Каменск-Уральский, значит, тоже мой друг Цуканов Саша, вот, он бывший председатель городского комитета, вот этого Каменск-Уральского, да, он, конечно, меня в этом отношении немножко это, ну, забивает. Он не 40-кратный чемпион России, а, может быть, уже где-то 70 или больше. Дело в том, что у него, получается, вот еще, в чем он выигрывает. Я, скажем, вот выезжаю за границу, я бегу там одну, максимум две дистанции. А те люди, которые бегают средние и длинные, у них по три, по четыре, по пять этих дисциплин они бегут. Вот, ну, начиная, скажем, ну, Сережа знает, предположим, там, с 800 метров и заканчивая, там, 10 километрами. Это четыре дистанции, там, 800, полторашка, пятерка, десятка. Вот, поэтому они набирают. А я вот за соревнования, там, ну, скажем, одну медаль, ну, я имею в виду, как победитель, вот. За границей в основном я бегу барьеры, 300 с барьерами. Вот, у меня такая вот моя любимая дистанция. Ну, вот, а здесь уже на чемпионатах России, здесь 100 метров, 200, вот, 300 с барьерами, иногда 400 метров я бегаю. Такие вот, ну, то есть я тяготею вот к этому, к спринту. Ну, и плюс еще вот барьеры. Вот так получается. Как вы пришли в спорт? Ну, спорт пришел, наверное, как все мальчишки, я же еще до, это самое, до военной. 37-й год, вот, и после войны, скажем, там, 45-й, 46-й, 47-й год, вот, этих стадионов, как таковых, было мало. Я, правда, я жил в Саратове, вот, но, тем не менее, в основном, знаете, увлекались мы, вот, футболом, гонять мяч, понимаете. Вот, в школе, в школе я, или, вернее, на меня обратили внимание, что я неплохо бегу. Это вот где-то, наверное, уже 9-й, 10-й класс. Вот, меня пригласили, значит, выступать в эстафете за школу, ну, и я неплохо свой этап отработал, там, обогнал кого-то, я уж это был давно очень, вот. Ну, и вот с этого вроде началось. Закончив школу, вступил в институт, в Саратовский автодорожный институт, и буквально, наверное, прям с первого дня я пришел на кафедру физической культуры, познакомился, там, с тренерами, которые ведут легкую атлетику, и с этого все началось. Я бегал, моим приоритетом был бег на 800 метров. Выдающихся результатов я не достиг, вот, за то время, что я обучался 5 лет, но я достиг чего? Бегал я, значит, вот, мои лучшие результаты были, значит, между вторым и первым разрядом. Ну, вот, может быть, Сережа тоже немножко знает, что, во-первых, в легкой атлетике, скажем, добиться, стать мастером спорта, ну, вот, если навскидку сказать, то вот сейчас у нас, сейчас у нас, я могу так, может быть, ошибиться, потому что я так не очень сейчас, все-таки я же уже ветеран, и занимаюсь именно своим ветеранским видами, вот. Вот. Думаю, что мастеров спорта у нас сейчас в легкой атлетике, вот, действующих в Пензе, ну, я думаю, что наберется, может, десяток, Сережа, я так думаю, что. Больше нет. По крайней мере, я знаю, что вот Сергей, забыл, как же его, вот, еще, по-моему, там, в барьерах у нас был. Да, ну, вот я говорю, что да, ну, то есть это вообще, говорят, назвали ее легкой атлетикой, она, вы знаете, что она далеко не легкая. Вы знаете, сколько приходится попотеть, сколько там себе, значит, шишек набьешь, вот. И поэтому я хочу сказать, что результаты так, ну, для города Саратова, скажем, где-то 50-х годов, это было неплохо. Значит, 800 метров я пробегал, значит, вот где-то там 1,57, 1 минута 57 секунд, 58, и я был как бы вторым номером. Один у нас бежал, Женя Абонин, он бежал уже по первому разряду, ну, вот, где-то 1,54, 1,53, по-моему, даже. Ну, вот, то есть результат был относительно высокий в те годы. Ну, вот, и хочу сказать, что, закончив институт, я женился, потом дети, значит, пошли, значит, двое детей у меня, у меня две дочери, вот, получил назначение я на строительство моста в Кемеровской области, небольшой мост, вот. Я там вначале был мастер, прораб, начальник участка, но хочу сказать, что вот так у меня судьба сложилась, что я у меня постоянно, вот, я постоянно был в движении, понимаете, вот, такого, по-моему, дня даже не было у меня, чтобы я где-то там просидел в кабинете или что-то, потому что объект находился примерно где-то в трех, в четырех, я даже сейчас уже точно-то не могу сказать, километрах от места моего жительства. То есть мы жили там в поселке, он назывался станция промышленная, поселок городского типа. И вот, чтобы мне туда добраться до объекта, а, естественно, транспорта никакого не было, это же за городом, то есть за поселком, но поселок такой приличный, городского типа, это в Кузбассе, вот. И мне приходилось идти на работу, преодолевая там 3-4-5 километра, пешком, в любое время, в слякоть, значит, в жару и так далее. И бывали такие моменты, что я пришел там, скажем, дал задание своим рабочим, а мне нужно еще было сходить, ну, решить вопрос в те годы, или в местный райисполком, или в райком партии, понимаете, там какие-то согласования какие-то по снабжению материалов, ну, мало ли чего, там проблемы, это же стройка, понимаете. Вот, тем более мост был очень важен для того, чтобы соединить с центром Кузбасса, Кемерово, там было всего 80 километров, но вот мостик, который существовал, он был так называемый низководный, он был, ну, работал, скажем, только до паводка, а потом, когда паводок, его иногда даже сносило, понимаете. А мы начали строить настоящий железобетонный, даже с металлическими конструкциями, в общем, такой основательный хороший мост, длиной около 200 метров, приличный. И поэтому я говорю, что вот даже работая вот на этой стройке, мне приходилось преодолевать, то есть я был в движении, понимаете. Но дополнительный стимул, вот еще, значит, моих занятий вот уже бегом, это послужило, я уже это многократно говорю, и еще вам повторяю, что послужила вот Олимпиада Московская 1980 года. Я хочу сказать, что она дала такой скачок развитию, ну, в частности, может быть, и других видов, но легкая атлетика стала действительно развиваться у нас в сторону. По всей стране нашей великой, Советский Союз тогда был, вот, стали создаваться клубы любителей бега, понимаете. И я уже позже переехал вот в город Ульяновск, и у нас одним из энтузиастов вот этого дела был Олег Михайлович Пановов. Сам он не очень бегал, но, значит, вот у нас как-то он был очень большой энтузиаст, сам он играл в бадминтон, он был мастером спорта по бадминтону, понимаете, по-моему, даже был чемпионом России, выигрывал, но он так нас организовал, и вот у нас в нашем городе Ульяновске стали проводиться пробеги. В течение года, я могу немножко ошибиться, но порядка десяти пробегов, понимаете. Вот, начиная с новогоднего пробега, понимаете, а потом пошли пробеги, ну, даже посвященные, будем говорить, вот, сейчас это день защитника Отечества, 23 февраля, тогда ведь был этот день Красной Армии, Советской Армии, вот был пробег. Представьте себе, пробег такой был. 30 километров мы из центра города Ульяновска бежали до детского дома, где воспитывался герой Советского Союза Александр Матросов. Он там у нас воспитывался, вот в этом детском доме. Мы туда бежали, представьте себе, 23 февраля мороз, бывает, что вот снег навалит так, что это самое, вот, ну, ГАИ иногда нас выручало, как бы сопровождало, но это не всегда бывало. Ну, вот, 23 февраля, значит, дальше там, 9-й день Победы, день там у нас был полный кавалер орденов славы, Облуков, вот, имени Облукова, значит, у нас даже улица там была, вот, в Ульянске, тоже пробег в пионерский лагерь 25 километров, и так далее, и так далее, и вот, поэтому я пришел в этот клуб одним из первых, одним из первых, и вот, сколько мы там, я проживал все время, мы, вот, я принимал активное участие, мы даже отмечали потом 5 лет, 5 лет, 10-15 лет нашему клубу, вообще, в общем, было, конечно, здорово. И вот сейчас мои друзья приезжают сюда, вот, я уже 14 лет не жил, я спрашиваю, ну, как, Юрий Николаевич говорит, все захерело, понимаете, тяжело. Ну, во-первых, чтобы даже провести любой пробег, надо, значит, так, ну, обеспечить, вот, я говорю, чтобы безопасность, значит, вот, участников, и плюс к тому же, ну, хотя бы минимально там, понимаете, призы какие-то, да, дипломчики, вот, ну, в общем, все это, вот, атрибутик какой-то там, это уже, конечно, сейчас сложно, таких спонсоров мало там, да, собственно говоря, и у нас-то тут не разбежишься, вот. Ну, и вот так, понимаете, это практически вся моя, вот, сознательная жизнь, вот. Теперь, вот, переехав вот сюда уже, вот, в 14-й год я проживаю здесь, вы знаете, вот, мне как-то, видите, вот, по жизни, там, вот, нас организовал хороший человек, вот, Олег Михайлович, я уже упоминал, и здесь, вы знаете, вот, я приехал, это, в 2000 году, но от того, что у меня, вот, царство небесное, жена нам болела, у нее инсульт был мощнейший, с кровоизлиянием, понимаете, вот, я, конечно, от нее не отходил никуда, невозможно было уйти, отойти. Мы с ней, с ней, с ней, я всем, вот, хоть у меня здесь дочка, вот, на улице, там, в центре проживает, ну, тем не менее, у нее своя семья, вот, мне было тяжело, но, вот, после уже того, как не стало, это был 2001 год, и вы знаете, вот она в июле у меня, значит, ее не стало, а я уже в сентябре, в сентябре, значит, я пришел на этот самый дворец спорта Рубин, и вы знаете, вот, бывает же так, и встретил на своем жизненном пути, так сказать, заслуженного тренера России, Сергей знает, Земского Александра Михайловича, и вот, мы по жизни уже, вот, с ним, по сути, идем уже 14 лет, и хочу сказать, что, конечно, если бы судьба как-то сложилась по-другому, я бы не встретил его, тренировался бы один, знаете, таких бы успехов не было, понимаете, а это все-таки, видите, гирлянды целые у меня уже, вот, этих, вот, и теперь, вот, недавно, вот, на соревнованиях, вот, на чемпионате России, мой тренер получил почетную грамоту от законодательного собрания, вот, Иван Александрович Белозерцев, вот, ему, та самая, ну, не он вручал, а вручал уже, вот, новый председатель областного комитета, Валентин Борисович Клячьма, мне тоже было приятно, что его труд тоже оценен, понимаете, ну, вот. Как вы употребляли, Элтон или Левитон? Ну, конечно, вот, я уже который год, я могу сказать смело, наверное, что уже года 3-4, я уже постоянно, ну, как-то, вот, мы тогда с этим Дмитрием Геннадьевичем говорили, что какой-то цикл, вот, я пропью, вот, Элтон, Левитон, сейчас вот я, вот, Сергей, значит, он меня судил, так сказать, вот, сейчас я пользуюсь кардиотоном, вот, для поддержания сердечной мышцы, ну, и вот, я думаю, что, к тому, что я вот хочу сказать, что вот система тренировок у меня такая, и щадящая, и какая-то целенаправленная, хотя, вы знаете, я вот постоянно говорю ему, Александр Михайлович, мне сейчас уже какие-то рекорды, там, знаете, там, рекорды мира, Европы, там, делать не надо, вот, я хочу добиться одного, чтобы мои результаты, по крайней мере, не здорово падали, понимаете, и я могу гордиться этим, что, вот, у меня даже вот, я вот такие вот дневники, ну, не дневник даже, а вот, видите, могу показать, вот, какая работа у меня проделана, прям по дням, понимаете, вот, какая работа, каждый месяц я это записываю, и вот, значит, тут какие-то вот были игры, я пишу там результаты, и я вот открываю иногда вот этот, свой этот тип дневника, и начинаю анализировать, слушайте, да я вроде как и не старик, ребята, и поэтому хочу сказать, и это, это, значит, какая-то лепта приличная, значит, думаю, что вот от продукции, вот, именно парафарм, понимаете, думаю, что это так, и вот последнее, вот, действительно, я 3-4 года принимаю, очень, это мне, я думаю, помогает, и могу, вообще говоря, если это кто-нибудь когда-нибудь услышит, что я могу агитировать, понимаете, вот за применение, вот, по крайней мере, по крайней мере, значит, вреда, вот я, честно говоря, я не ощущаю, что вот там что-то, перенасыщение какое-то, ну, мне, конечно, лучше, чтобы вот еще, может быть, еще вот я, Дмитрий Геннадьевич, мы с ним так вот, иногда, когда прихожу я к нему, мы с ним беседуем, он мне даже там иногда рисует схемки, вот, как принимать, и так далее, и так далее, вот, я очень благодарен.